всем привет добро пожаловать на мой канал я продолжаю серию видео прохождение гайд как помочь на очкам комфортно пройти игру и прошлой серии мы немножко фармили я рассказал как фармить каким духом хранителем какие кланы вступить и как когда уже можно начинать и мы попробовали несколько раз стукнули хинаему так мне не выпал древний текст и сейчас я решил просто мне видео пофармить чтобы не утомлять вас длительными забегами и все это чепухой и буквально с третьего раза и раза три зашел 4 не выпал вот древний текст капота хинаема такой мешочек так выглядит и можем и я думаю сразу начну записать уже дальше продолжим прохождение сходим кузнецу древний текст капота хинаема сходим кузнецу я дам и посмотрим какие что там что это за шлем и как он чего нам даст то есть про фарма уже поговорили как что когда начинать уже можно как только появится этот дух хранитель паучок можно уже начинать повышает шанс дропа предметов это именно где древний текст это именно это не экипировка это именно предметы получили награду надеюсь это видео получится потому что если что-то не получится то уже увидим только результат броня и заходим сюда и так как будто хинаема какие у нас характеристики у нас есть легкий доспех снижение урона 1,2 процента и вот основной из-за чего весь этот сыр бор с фарма удар ближнего боя противник парализован это 40,3 процента усиление этого удара но при ковке есть вероятность что она может сделать его более мощным более лучшим и уже наверное плюс уже когда появятся зеленые предметы которых тоже будет привычность также как сейчас у оружия она может выковать максимальный 49 и 9 процента и после прокачки привычности урон будет 59 9 то есть 60 процентов увеличение урона по парализованным противником это то что нужно для скажем так для моего билда которым я пользуюсь в общем для стиля игры которыми играю и хочу показать вам тоже 1 с облегчить вообще просто неимоверно можем давайте выкупим парочку штук посмотрим если или это стабильно вот сейчас 42 береги давайте уже попробуем фиолетку сковать может фиолетки побольше вот 44 6 желтый да я думаю фиолет на работе 49 46 8 да это скачущие показатель еще проверяемся материала есть мы давали кучу 47 4 никаких особых материалов и для этого не нужно все что выпадает с наших предметов которые мы не разбираем поэтому проблем не возникнет и стоит она 500 500 золотых вот фиолетовый 40 широк 46 6 я думаю нам этого вполне пока что хватит и в разборки пойдем в шлемы можем даже выбрать какой самый большой вот 46 и 6 46 8 но он синенький тут есть против яда урон огнестрельного оружия снижен на 7,5 процентов шансов падения предметов и кай вот тут принципе ничего такого особого нет устроит меня фиолет он чуть чуть ниже уровнем чем чем синенький 46 8 46 да давайте оставим фиолет заблокируем сразу экипируем все разберем оно уже нам понадобится удача показатель удача пока что так по оружию на это все маленький когда пробегал тогда это осталось 74 я после этого не разбирал до когда когда мы сходили так все оставим пока доспехи пирата на всякий случай а он уже разобрался шлем ну ладно да это скорее всего не отображается потому что я сегодня опять посмотрел и опять то же самое все 32 доспех пирата и больше никаких изменений нету тут в самом низу шансов падения предмета и кай 30 процентов это духа и чуть-чуть выше там где то есть шансов падения экипировки и кай еще пять и шесть процентов не знаю видно это просто либо не отображается за каждый предмет просто удача и успехи пирата и все как бы больше ничего нет и удача 4 это сумма духа и прокачанной вот так он выглядит этот шлем конечно внешний вид мы можем какой-то рокерские звездочки там какие-то ушки бы что можем поменять его внешний вид опять же кузнеца заходим на заднюю шум броню можем кузнеца смен стиля заходим в смену стиля броня выбрать какую именно а ее надо разблокировать смена стиля броня шлем какую мы хотим выбрать из тех которые мы ей отдавали на разборку она может сделать любой внешний капюшон разворачиваясь эти шлемы давайте капюшон на расставе такой симпатичный капюшон давай придумал пациент она будет смотреться это стоит 1390 1400 золотых делать конечно не обязательно заблокировать это еще не нароком разберу опять потом ковать заблокировать окей у нас будет вот такой внешний вид теперь можно было сделать и с этого и под сет на пусть быть так и читая кто посмотреть загруженность теперь какая 72 и 8 процента на вот это он легкий но я что-то думал будет странно конечно ну ладно не влазим пока в синюю и по сету у нас теперь отсутствует 7 процентов удар ближнего боя но ничего страшного переживем кусарьёна и здесь так кстати можем посмотреть сумму этого эффекта сейчас 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 вот удар ближнего боя противник парализован то есть суммируется от шлема и наши аксессуары получается сумме 92 и 7 процентов то есть мы считаем причем наш урон если это обнажение меча я это это будет просто сумма какая-то вообще необразимая так и у нас тут 4 нашлось мы собирали мы 4 точно живу оружие отлично удачи еще добавим удачи конечно амриту зарабатываем это очки и престижа а его давайте посмотрим у нее у нее пока что ноль посмотрим как мы заработали где мы их нафармили вот что-то было вот так и у нее скринетель н попадет отлично ч убийца , только потому что мы ее фармили сколько уже заработали очков на ней спасибо что ты есть так что такие дела мне нравятся восклицательные знаки и поэтому стараюсь как выставлять пусть даже не читаем я бы полазит а это тот парнишка который помогал нам убивать послуговались арене я был этот андреки так отлично возвращаемся в наш регион в принципе все основные прошли нас открылась два побочных квеста и желательно конечно выполнить тут древний текст броня клана сайка это легкий доспех под мушкета помоги-то бонус бонусы к мушкету и здесь блоком юного мага древний текст еще надо было может быть осващенный пепел можем быстренько пробежаться босса там убивать уже не нужно после мы убили заодно и потестим сейчас наш наш урончик еще кое-что потестим что я на что и обратил внимание магия меда собирается воспользоваться шипами гели в каких-то своих грязных целях и это арена с боссом начинаем теперь эту миссию с конца пойдем в начало ну то есть это половину на что я хотел обратить внимание когда я заливал видео youtube я потом присмотрел проверял звук когда мы били от этого бяку кота он все-таки по мне попал но игра не засчитала по мне урон игра не засчитала по мне урон потому что сработал талисман и вешал я оба талисмана я хотел бы сейчас их потестить какой насколько он на что он бывает повесим этот талисман защита давайте сагрим какого-нибудь желательно не ганг какого-нибудь одного врага вот этого ниндзю он не даст нам именно так чтобы один удар был и вот видите наше хп на месте все принял на себя удар талисман он действует наподобие нашего духа хранителя братишка ты серьезно сработал этот талисман да но это плохие надо где-то в другом месте по тесте так что был один капитан обычный враг медленный сделал один удар и посмотрим сколько снимает насколько и сейчас еще у меня есть этот талисман талисман стали и это он тоже как-то работает но я не знаю я не тестил принципе никогда я знал что он снижает урона как там что не особо не интересовало давай давай вставай быстрее а то сейчас спадет тоже загрался второй да да он снижает урон но как-то не так какой он такой размашистый удары делает и мэджики блатные такие ходят дерзкие так что да вот этот талисман защиты который вот этот этот талисман амеда дарует вам благословением не трезвольщик нейтрализующие определенное количество наносимая вам наносимого вам урона потом он сбивается там он выдерживает несколько ударов в зависимости от силы удара так что да если на раза бафать эти два талисмана то можно танковать босса а потом включать живое оружие если хотите допустим там без урона пройти чтобы у вас там было титулы то можно под этим талисманами то есть сначала принимает на себя удары талисмана несколько вы делаете размениваетесь там с боссом какими-то ударами сильными и пока висят талисманы а потом просто используете живое оружие на себя все примет живое оружие в принципе наш дух хранитель поэтому потом да они опять появились а даешь только среду сейчас может хватит еще баф отца бафальщик это интересно так и надо будет найти какую-нибудь миссию чтобы был какой-нибудь жирный мобчики на нем потестить немножко бафы нашли еще нельзя так и тут насколько я помню если убить этих магов появится какое-то какое-то большое чертовище да вот в принципе будет собраться с ним так и так и так и так и так и Стихия ветра далеко достаёт подлёга. Далеко достаёт. Ладно, сейчас разберёмся. У меня разозлили. Петюшки вы-то знаете. Самые мать. Теперь он будет на подсосе. Теперь мэджик будет на подсосе. Сделаем по-другому. Меня разозлили. Так, там ещё какой-то лутик. Потом спрыгнем сейчас сюда. Посмотрим, что здесь. Видите, сейчас я накладываю паралич. Это от паучка. Эффект. Наша кусарегама не имеет элементального урона. Она чисто в физических домах. И паучок даёт свою паралич. Но это всё слишком долго. Не знаю, может, после прокачки, когда будет возможность прокачать духа хранителя. Может быть, этот показатель выросли. Но сейчас пока мне вообще не нравится. Если честно. Я забыл поменять его на свой. Ну, поэтому до ближайшего следствия будем играть с этим. Надо только не забыть его поменять потом. Потому что пока что мы больше фармить не будем. Кого можно фармить? Можно фармить с Токибана вот этого. Если вам нравится его сет. В Войн Запада. Что ещё есть такого не полезного? Ну, в принципе, пока нам отдают древние тексты. А, этого. Красного Демона, да, можно пофармить. С этим духом. Если ловить его на паралич, то дух бронять его не должен быть. Ну, поэтому... Поэтому можно. Хм-хм. Фуф. Хм-хм-хм! Хм-хм.. Продолжение следует... 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 да он выжил вот игра ты шутишь игра ты пошутила и отреганил пол хп только что он был вообще там на соплях блять на один кинжальчик у него здоровье было демона явно шутит и он сзади да я же ж блять кончи ты сука я же блять конченая сука то есть демон взял и прибухнул лестуса да или что там у него в линии как там называется эликсирчик так теперь что теперь теперь у нас нет слез отрицания свитков подмены мы все использовали наша ниндзюца тоже закончилась мы можем сейчас взять шлем нашего ниндзя перчатки нашего ниндзя и у нас теперь световый показатель вот сбор предметов ниндзюцу можем сейчас взять просто живое оружие подраться им немножко и восстановить себе ниндзюцу и Продолжение следует... Продолжение следует... Так, и это, наверное, конец задания. Вот этот кристалл, по-моему, надо развалить. Аккуратненько. Да, тогда дальше прохода нет. Либо же развалить его. Так, и это конец задания. Все враги, они, в принципе, живые, мы их не убили, но после того, как мы закончили задание, они перестают быть агрессивными. И можно, в принципе, не спешить, пойти собрать там лот в пещере. Я знаю, там ничего особо интересного нету, поэтому просто получим награду и все. Так, окей. Это инструмент... А, священный пепел же был, да, инструмент? Да, правильно. Давайте разберем, что там осталось. Так. Продолжение следует... 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 Так, 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 так. Так, по-моему, здесь заканчивается квест. Да, туда надо спрыгнуть сверху, по-моему. Окей. Окей, давайте сверху спрыгнем. Можем и сверху. В чем проблема? Ага, это могу, правда, повернуться. Так, так, так. Так, а парирование я случайно не открыл в парнях. Давайте посмотрим, как ветра. Меч воды. Попад демона. А, это парирование, да. Я вот это пробовал, оно неудобно. Если пропустил, не спарировал вовремя, ты разворачиваешься к противнику спиной, и тебя пинают спиной, да. Вообще неудобно вот это, без натечения. А это, по-моему, в принципе, неплохо. Оно гарантированно роняет. Если я не ошибаюсь. Давайте пробуем. Я, в принципе, не пробовал, как оно работает из блока. А, в средней стойке, по-моему, из блока. Да, ты отбиваешь клинок. Или есть еще какое-то одно. Или я что-то путаю. Так, нет, 40 пунктов, тоже нет. Вот это, да. Вот это парирование, да. Вот оно. Блин, оно неактивно. Не-е-е. Оно будет. После экзамена. Потому что, ну, вот это вообще, ну, я просто знаю, я пробовал. Это хорошо, так кажется, в спину, там, туда-сюда ударил его. Ну, ты просто, когда делаешь движение, ты разворачиваешься к противнику в спину. Если ты не спорировал, то он тебя просто, блин, пинает в спину. В жопу, блин. Вообще неудобно. Ладно, выпад демона. Требуется средней стойки. Удар, совмещающий атаку и защиту. Атакующий выпад мячом с одновременным блокированием. Возможно, атаки противника. Ладно, давайте так оставим. Просто попробуем. Тайминг, типа, чудо. О! Фак ю, блядь. Сука, ублюдки, нахуй. Один стреляет, другой, блядь. Хорош меня бить в спину, ублюдок, ебаный, нахуй. Чемошники, блядь. Давай, освободим, блядь. Че-то я сегодня злой, блядь. Наверное, устал на работе. Че-то меня все бесят. Слушай, мы же тут были, блядь. Или я че-то путаю? Были же? А, ну что-то теперь. Ну что-то, блядь. Так, уходим. У нас тут ганг. Ганг веселых ребятишек. Фак, блядь. Вот это че сейчас было, блядь. Ладно. Будем привыкать к парникам. Потому что по-другому мы не набьем нужное нам количество для того, чтобы допустили к экзаменам. А если нас не допустят к экзаменам, мы не сможем выбить парники хорошие. Потому что, скорее всего, все это из-за стамена. Мне кажется, что-то они слишком быстро не выбивают стамена. Играет музыка. Продолжение следует... 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 что блять вообще урон не засчитался игра блять что такое блять да ребятишки бывают такие моменты когда игра пропит блять это когда-нибудь закончится это хуй тарли это наверное последнее видео что я уже больше не могу блять бесит блять Во всех играх Все нормально Потом начнет страдать Субтитры сделал DimaTorzok 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 самая локация говорят местные ребятишки пошли испытывать свою храбрость на кладбище что на крайне города и все еще не вернулись возможно они просто шутят и прячется где-то мы ведь могли похитить какие-нибудь преступники или даже якай не могут и заняться их поисками да это тоже локация мы теперь уже не от домика а наверно скорее всего к домику скорее всего к домику да окей пойдемте посмотрим что там так и на этой локации можно фармить сейчас я покажу как можно фармить что это объясню то есть мы только что подняли веточку химороги это ветка позволяет вернуться в начальную точку без затраты амриты веток священного дерева то есть если мы сейчас вдруг решим прекратить нашу миссию мы просто используем эту веточку и возвращаемся обратно на карту компании начальную точку то есть мы ее здесь подобрали если мы используем ничего не теряем вернемся она будет опять на том же самом месте там где мы подобрали с правой стороны это раз и вторая это здесь туманчик можно аккуратненько его обойти и собрать еще тут какой-то будет деться свеча призывателя не знаю будет ли она опять здесь это по моему не гарантированный дроп аккуратненько пройти не согреть туман и берем мы саке сай сетсу длина одну штучку можем выйти если мы сейчас используем веточку то мы будем в плюсах на одну свечу призывателя и на одно саке я вам сейчас почитаю его описание священное рисовое вино дарующий защиту бога сай сетсу сина время увеличивает полу количество получаемое вашей вами амриты чем больше врагов вы сразите тем сильнее будет его эффект сай сетсу туман будет бог мёда занимающий одно из восьми прежественных направлений короче здесь можно фармить вот это саке а оно нужно для фарма амриты то есть если вы когда-то решите поднимать свой левел уровень и вам понадобится много амриты то есть миссии на которых в принципе ее можно заработать быстро и много то есть там будут большое скопление врагов и в основном там фармят это последняя миссия последний босс там куча врагов, куча екай много стоит и маки бисина по-моему или как он так называется где-то учителя где будут все учителя и много будет сразиться со всеми учителями они подряд один за ним выходят и можно их убивать и падает довольно большое количество амриты шлих так вот это саке дают 30 процентов 25-30 процентов больше амриты то есть можно сюда заходить спокойненько поднимать ветку хеморроги приходить забирать это саке и уходить то есть мы даже не тратим свою веточку хеморроги то есть ветки которые у нас были они так у нас и остаются мы берем местную берем саке и уходим растеремся в плюсах и так можно к примеру там зашел раз десять собрал быстренько побежал фармить амриту и висит она довольно таки продолжительное время поэтому можно в принципе для фарма то что нужно ну естественно там и одежда и все что там нужно для большего количества я буду хранитель специальный ну просто если что где его брать просто знали если друг понадобится когда нибудь заходим опять берем веточку хеморроги убиваем вот этого кренделя который тут на нас агрится я в принципе никогда не фармил амриту большой камень духов ну опять же неплохо видать это один раз только дается освещать призывателя а потом потом камень духа в принципе камень тоже полезно заряжать оружие берем саке берем витку хеморроги или например перед босса можете выпить там сколько-то босса будет ауриты на 30 процентов будет больше если она так легко в принципе достается то что бы и не пить правильно ладно показал давайте это уже проходить и даже если мы ее пройдем не обязательно можно заходить и заходить и заходить в принципе без разницы особенно это когда уже на высоких НВ когда там уровень стоит много несколько миллиардов ну и вознаграждение естественно больше вознаграждения то добавляет она не просто там на там тысячу там какое-то определенное количество а именно в процентах именно в процентах поэтому если там смеси там выпадает 3 миллиарда то будет выпадать 4 30 процентов больше поэтому так так у нас в тумане и туман там по-моему по-моему тенгу ворон который все еще пока что является для нас как бы сложным противником так что не стесняемся замедляем снимаем с него защиту берем все что нам тут нужно так или иначе нам сейчас возвращаться туда к светилищу здесь закрыто с той стороны возвращаться к светилищу можем опять помолиться и уже сюда в принципе идти не нужно пойдем в ту сторону так как справиться так и как это форка то что вы 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 не Продолжение следует... Продолжение следует... Я вот не помню, что за враги... Тут где Каи, по-моему, Ниндзи еще... По-моему, будут в Ниндзи... Давайте дальше уже не возвращаться, соберем все, что тут лежит... Вообще-то хотел выбаваться... Сочетание тех же кнопок... Меча это... Выпаду... Кусаригам и табафы, поэтому... Вот этих ударов лучше в него, потому что... Иногда бывает, что стоит на таком расстоянии бешеном... Просто думаешь, блин, игра зачем, за что, блин... Просто за километр... Вот тут стоит, вот тут где-то вот... Сопором своим бьет и достает где-то возле статуи... То ли ударной волной, то ли... Ну, блин, я даже не знаю, чем... Поэтому я всегда предпочитаю... Лучше в него заролить, за спиной он не работает... Он работает, как бы, нарастом таком... Как бы, веером... Так, можно же посмотреть... Где он Амрита? Где он Амрита? И мы не знаем, что с этой стеной... Во всякий случай, я перестрахуюсь... И она парализуется... Во всяком случае, должна была бы... Блядь... Да, игра, спасибо, блин... Ты до сюда добросил камень, да? Ты добросил камень сюда, да? Я, конечно, видел, блин... Прелести... Такие, конечно... Варвару. Варвара. Он погиб. Блядь... Девочка. Варвару. Продолжение следует... 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 А, этот... Продолжение следует... 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 Пойдет. Так, давайте тогда, сколько там видео уже идет, интересно, чем мы прошли, можем, в принципе, закончить, потому что локация большая, запутанная, начнем, ну да, там пока я фармил, пока туда-сюда, все, в общем, какие у нас новости у нас были, есть Кабута, хинемы, древний текст, будем паковать, это меня очень радует, давайте сходим к кузнецу, все подготовим, древний текст, а, броня сайком там дали, да, я говорил, для мушкетов, да, 5% урон в мушкету от шлема, еще 5% урон от брони, еще 5% от площадка, в общем, 5 предметов, 25% урон мушкета, неплохо, но мало патронов, блин, будет катастрофически не хватать, строить игру на одних патронах будет сложно, ну, соответственно, делать броню нужно, где, не понял, классика, раковина капала, у нас их только одна, она нужна на каждый предмет, поэтому, ладно, пока что оставим, но есть, в принципе, я не знаю, в чем отличие, тут нужен, те же 5% стрельков, броня стрелков, 5% мушкета, без раковины капала, интересно, интересно, и она уже кует 73 уровень, броню и оружие тоже, да, 64, 73, окей, давайте разберем то, что не нужно, не нужно, все, в принципе, 65, 55, уже вкачалось, урон дальнего боя, урон дальнего боя можно перекинуть на этот мушкет, ребята, у него нету наследственного, и поэтому на него можно накинуть четвертую с лука, а здесь урон подвижности, но он D, он станет, конечно, B, это вряд ли, даже C+, он может стать, да, без лука нам тоже не ставится, а здесь с луком можем перекинуть на лук в яблочке, вот, отлично, так я сейчас и сделаю, тут у нас сейчас я разблокирую, разблокирую, убрать, убрать, да, вот так мы разделим, оружие, выбрать, тогда, 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 на ружье мы кинем с лука урон дальнего боя, потому что яблочко на яблочко мы не можем, а у него в яблочке уже есть, да, прелестно, а на сюда, урон дальнего боя на мушкете и в яблочко, вообще чудесно, а этот мушкет мы кинем в яблочко на лук, которого нет в яблочко, вот так, и заменим его ничтожную, дэ от, дэ от подвижности на яблочко, вообще замечательно, просто, божественно, отлично, а потом с этих мы уже перекинем на другие, так, и заводи заблокируем и экипируем, заблокируем и экипируем, вот, а то на этом тоже яблочко, еще не сказал, потому что не смог перекинуть, у него тут уже было яблочко, а на том пропадал, а на луке был урон дальнего боя, все отлично, мне нравится, в принципе, осталось только его разобрать, не нужно. Смотрим броню ниндзя, да, пойдет. Так, и в следующее время тогда пойдем в эту локацию, бегство, и она, в принципе, длинная, запутанная, не хочу заделивать видео, окей, все, тогда всем спасибо, заходите на стримы, пишите комментарии, если это что-то не совсем понятно, объясняю, внятно то, можете спросить, я в комментариях более подробно распишу, потому что я забываю сейчас, тоже не святой, окей, все, всем спасибо, и увидимся в следующем видео.